друзья дорогие приветствую в этом видео я отвечу на ваши самые разнообразные вопросы интересные вопросы которые мы с командой набрали из ваших же комментариев к предыдущем видео и в большей степени они касаются образа жизни каких-то лайфхаков о том как сохранять энергию какой чай лучше пить не знаю как спасаться от выгорания в итоге получится очень интересная многогранная тема охватывающей разные сферы жизни приятного просмотра кстати что делать если у меня проблемы со сном и я очень быстро устаю ну так вот сказать делать вот это вот это потому что это вот так вот так я не могу потому что во-первых я не специалист я не врач и если бы даже была врачом и я бы сказала нужно деточка посмотреть целую клинику да все клинические анализы там начиная от витамина d заканчивая магнием и так далее во первых в зимнюю пору до осенне зимнюю пор особенно в нашей стране когда солнце так мало конечно витамин d это первое что приходит на ум а дальше чтобы не вводить людей в заблуждение и не давать им какие-то опасные советы которые возможно не всем подойдут я буду давать такие лайфхаки которые будут наверное безопасны для всех первое что здорово помогает от хронической усталости который знаете вот годами длится я знаю чем говорю потому что я сама годами сама того не зная жила с хроническим дистрессом только вот благодаря моей подруге который уже теперь уже моя подруга оксана цишкова замечательный специалист знаете это не вот молоденькие девушки которые на 3-4 месяца отучились на каких-то курсах это человек который проработал научной организации в ней педиатрии больше 15 лет и у нее очень серьезный глубокий комплексный подход к этой теме потому что работая с детьми за годы своей деятельности она увидела абсолютно ясную закономерность что дети часто отражают да не часто всегда они отражают состоянии матери и когда мать вся измученная вся вот выгоревшие то ребенок тоже задерганный весь психованный у него невротические расстройства и и физиологические всякие заболевания и расстройства соответственно работать нужно с мамой и она выработала целый комплекс того как с этим справляться и опираясь на те советы которые она мне дала и на то что я сама опытным путем находила что мне помогает подскажу какие-то лайфхаки которые реально работают понятно что надо ложиться вовремя и вставать вовремя что значит вовремя это до 12 я сама с этим очень плохо справляюсь поэтому я знаю как тяжело это сказывается на общем самочувствии даже если ты спишь 8-9 часов но ложишься в час-два ночи то качество сна совершенно другой и здесь нету восстановления нервной системы как это было бы если бы отбой был ну хотя бы в 24 ну смысле в 12 или там по 11 вечера даже в 12 уже неплохо дальше из лайфхаков которые абсолютно без 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 вреден для всех это ванной с магнием это так называемый транскутальный прием магния то есть когда магний впитывается в организм через кожу таким образом это вот магниевой соли так называемый соль эпсома берется на ванну ну килограмма минимум два лучше ты если особенно есть вот это уже симптомы хронической усталости истощения то нужно такую такие ванны делать минимум три раза в неделю два лучше три килограмма соли на целую вам знаете чтобы на вкус вода была уже такая мишка горькая и ложась в эту ванну проведя в ней от 15 до 30 минут больше не нужно организм набирает столько магния сколько ему нужно и это самый безопасный прием магния где нету таких нюансов как плохое усвоение потому что если по сомальные и бессомальная форма магния и разные формы и формулы магния которые не всем подходят но вот вот так называемый транскутальный когда это через тело это безопасно для всех ну опять же это приятно это здорово расслабляет и перегружать нервную систему прием ванны и для женщин это еще и эстетически очень красиво можно туда накапать эфирных масел кстати эфирные масла это тоже целая вселенная недооцененная считаю именно для работы с нервной системой с системой психической и когда вот такое тоже период перед при напряжении в ванну добавлять тоже надо понимать как правильно это делать его нельзя начистою взять и капать в ванну потому что могут быть какие-то реакции ожоги на кожу эфирное масло надо разводить либо с растительным маслом любое кокосовое оливковое не знаю туда несколько капель того эфирного масла который вам подходит а в случае с выгоранием и утомляемостью здесь хороши масло лаванды очень хорошо на настроение и вот такой вот оптимистическое настроение работает эфирное масло мандарина апельсин хорош потому что тоже бодрит поднимать настроение и замечательно работает еще с целлюлитом как вариант эфирное масло ромашки римской тоже замечательно успокаивает и здесь надо понимать тоже как их дозировать я сейчас нет возможности для вас провести семинар по ароматерапии кстати у меня был период когда я обучалась целому курсу научной ароматерапии поэтому я более-менее понимаю как это все дозировать как это смешивать что масло обязательно нужно разводить либо с растительным маслом либо можно в спирте развести например 100 грамм водочки в нем развели масло и все это нет не выпили мы добавили в ванну кто-то еще разводит через соль берется горсть соли в эту соль капается это масло и потом уже соль погружается в ванну так тоже можно чтобы избежать ожогов очень хороши для женщин всегда эфирные масла розы розы и вообще-то царица аромата царица всех эфирных масел и роза качественная дамасская роза эфирное масло достаточно дорогое но буквально одну из двух капель достаточно чтобы знаете это масло она повышает самооценку она 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 дарит вот это чувство что я царица я королева я я достойна вообще все ароматы вот таких редких цветов цветков они все очень благоприятны для женщин дальше идет жасмин арома масла жасмина это знаете если роза это царица то жасмин это принцесса или принц и жасмин дает тоже во-первых потрясающе работает со всей гормональной системой женщину которых есть какие-то сбои вопросы по гормональной системе им очень хорошо просто даже эфирное масло жасмина вместо парфюма наносить вот на точки пульсации так вот сюда сюда также можно в ванну добавлять просто дорогое удовольствие если вы можете себе это позволить пожалуйста добавляйте ваниль я без ума от ванили ваниль знаете это такой экзотический запах экзотический цветок тоже достаточно дорогое и редкое эфирное масло качественное масло будет знаете такого темного цвета таким тягучим она никогда не может быть прозрачным и так вот разбавленным таким быстро капающимся то есть такая тягучая капля ваниль это такое качество то есть у самого цветка такое настроение очень капризной такой вот диковинной какой-то такой принцессы взбаломошности когда женщине не хватает вот этого настроения тоже очень помогает аромат жасмина то есть с помощью ароматерапии вот этих цветочных ароматов можно себе выстраивать настроение создавать себе то состояние которого не хватает и который хочется культивировать но если говорить о медикаментозном да вот таком вспоможение как в случае с приемом магниевых ванн всегда и безошибочно хороши будут масло лаванды можно капельку и ланг и ланг добавить потому что она немножко знаете как ослабляет бдительность и есть еще достаточно такое опасное масло это шалфей мускатный и говорят что шалфей мускатный нельзя даже нюхать перед тем как садишься за руль потому что могут быть какие-то непонятные реакции с алкоголем точно не сочетается потому что могут быть очень серьезные даже галлюциногенные эффекты и с шалфеем тоже очень очень аккуратно то есть если знать о том как работает ароматерапия бы просто рекомендовала каждой женщине пройти курс ароматерапии хотя бы просто для себя базовый чтобы понимать знаете вот как такая ведунья чтобы дома вот я такая вот ведьмочка и делаю какие-то вещи создаю атмосферу знаю я меняю настроение состояние мужу детям гостям просто с помощью вот этих волшебных капель казалось бы три легких движений уже все настроение атмосфера поменялись это магия роба масел дополняет тему про выгорание хронической усталости потому что это очень часто и к сожалению проблема и многие женщины просто даже не себе не миру не признаются что они вот так и такие загнанные лошади живут и даже не понимают а между тем это очень серьезная проблема потому что это влияет и на либидо и на работоспособность на качество общем мышление и всего то есть это качество жизни в одним словом очень важный не зашел лайфхак это необходимость которая поможет каждому человеку особенно женщине которые знаете вот склонок к тому чтобы перерабатывать такая трудоголичка планировать не просто рабочий процесс но и процесс отдыха то сейчас все продвинутые коучи в бизнес сфере в любой там более мягкой нише они все говорят если вы свое планирование не включаете время на отдых то ваша бизнес планирование или стратегическое планирование все чтобы вы не не наворотили не будет иметь того успеха если у вас нет энергии все это воплощать а как будет энергии если вы не планируете себе среди недели или месяца вот этих конкретных дней часов когда вы точно знаете ага здесь я буду восстанавливать силы еще очень важно себя изучать и понимать в какие лунные дни как ты себя чувствуешь если ты женщина ты обязательно будешь подвержена лунным циклом и надо понять что убывающая луна и какой-нибудь 28 29 день луны вот я точно по себе знаю что я в эти лунные дни лучше буду вообще ничего не делать всем скажу нет не трогайте меня буду где-нибудь тихо лежать отмокать потому что в эти дни у меня нет энергии я это себе узнала в определенные дни менструального цикла у меня тоже нет энергии или она у меня на спаде это тоже важно понимать и учитывать в планировании мы же живем в современном мире где мужчина и женщина как бы такие равноправные дамы мы одинаково так вот живем скачем на конях одинаково достигаем чего-то но мы разные у мужчин не бывает этих дней и этой подверженности если женщина знает себя и вот эти свои особенности и это учитывает то она сможет подстеливать себе в солому там где будет возможно падение и это не будет таким выгоранием как это было бы без грамотного планирования это очень важный пункт я сама сейчас этому учусь я прямо знаете прежде чем а что-то вот запланировать я смотрю свой цикл лунный цикл что там да как будет и затмение то есть и не то чтобы я становлюсь вот такой шизофреничкой которая только если вот так мысль то в принципе не останется дней когда можно что-то делать работать и быть эффективным но я просто знаю что ага предупрежден значит вооружен питание тоже очень важный пункт и фактор который влияет на наше самочувствие энергию и так далее нужно опять же себя изучать и понимать как на тебя влияет та или иная диета вот пресловутая не есть после 6 я по себе заметила что когда я в утомленном таком как он там знаете вот истощенно выгоревшим состоянии если я ложусь поздно еще и после шести не кушаю то пиши пропала и я поэтому могу себе позволить и 8 и в 9 и 9.30 покушать потому что я понимаю что отбой будет поздним и у меня нет сил что вот организм требует вот эти нужды организма тоже нужно слышать если же у ваш режим более-менее здоровую выложитесь рано тогда не нужно есть после 6 и это реально будет давать сил если бы были знания о том что и во сколько можно употреблять пищу что дает энергию что забирает энергию тогда этим тоже можно было бы умело жонглировать и получать оттуда большие блага и если например я по себе скажу потому что есть опять же себя все время изучаю я худосочная сухощавая зимой мне нельзя я точно знаю сырые овощи фрукты холодные продукты да когда морозы стоят на улице я точно знаю что мне нужны только теплые маслянистые всякие супчики рагу вот такое все если салат то только теплый салат потому что я знаю что если я поем холодные сырые вещи продукты то и мне начинается безумная тревожность у меня начинаются всякие там колики газики и все прочее потому что это продукты который мне не подходит в данное время года если бы я жила на бали на маврикии или в каких-то тропиках это была бы другая история если же женщина там или не женщина до более такого такого плотного телосложения так как жировая прослойка хорошая кристики тучные более такими длительные тяжелые люди им как раз них не стоит есть много вот такого жирного теплого им даже можно какие-то сухие хрустящие вещи продукты покушать салатик тот же можно покушать то есть это все тоже нужно изучать наблюдать что со мной происходит когда я ем вот это блюдо после картошки с мясом не хорошо или от тупой овощ вот такой сижу то есть это элементарное наблюдение за своим состоянием можно даже вести пищевой дневник на протяжении там месяца полутора и точно уже понимать потом перечитывать понимать когда я ем вот эти продукты я чувствую себя вот так комплекс вот этих факторов если их учитывать а это требует чего от нас всех внимательности включенности осознанности проще и ленивее когда как бы живешь чего попало ложись а когда попало ну да живешь неосознанно так скажем и как бы катишься по по инерции и просто по по закону гравитации как бы тебя куда-то там несет и ты даже не сопротивляешься а сопротивляться нужно как стать более жестный и элегантный если я все тащу на себе ох великая русская женщина которая все тащит на себе и коня и избу и детей при этом как быть легкой изящной я не буду читать вам басни из каких-то сказок о том что надо только состояние держать и все и вот это она вряд ли так работает когда у тебя четверо или трое детей здесь хозяйство здесь работает еще на двух работах пытаешься это все тащить и тянуть и это не одного дня и может быть не одного года задача дети обязательно вырастут то есть это временное явление которое если ты видишь и понимаешь что она тебя не устраивает она тебя сделала такой тяжелый такой знаете ломовой лошадью которая вот все на себе тащит но ты хотя бы смотришь в сторону хотя бы раз в месяц раз в неделю позволяй себе эти дни моменты часы даже играя с детьми помни о том что это детство которое для тебя тяжело дается дали как для женщины как для матери дети это это огромный труд вот на днях у меня была подруга с двумя детками я просто наблюдала и я думаю господи это это какие-то герои просто эти женщины с детьми которые никогда двое-трое они маленькие как они умело управляются при этом она оставалась такой позитивной я поняла что самое главное даже не вот это вот женственность легкость вот эти все пресловутые знаете штучки которыми спекулируют сейчас на рынке именно спекуляции на рынке вот так употреблю это самое важное быть счастливой мамой в моменте общения с детьми вот я наблюдаю за подругами близкими моими которые проживают в период от младенчества и там до трех-пяти лет пока деточки сами не станут более-менее самостоятельными уже в детсад те которым удается насладиться максимально самим процессом материнства не пытаясь поскорее из этого убежать встать на каблучки накрасить губки стать легкой кокетливой женственной и все такое вот они очень экологично очень красиво проживают этот период у них классные счастливые детки у них потрясающая здоровая нервная система контакт между ребенком и матери очень здоровый красивый за этим наблюдать одно наслаждение это фундамент который закладывается для ребенка на всю его жизнь первые три-четыре года общения с матерью дальше он сепарируется от матери если в эти три-четыре года женщина не осознает что это жертва это определенная жертва материнства она должна в это быть погруженная она должна себя отдать но не настолько чтобы она себя потеряла пусть раз в неделю в месяц вас хоть кто-то хоть на час подменит этот час я не знаю наденьте каблуки на вымажьте красной помадой себе все лицо как хотите пойдите в короткой юбке в бар в кофейню выпить эту чашку кофе просто чтобы вот дать себе этот глоток возможно раз в месяц этого будет достаточно и на этот час точно найдется кто-то кто вас подменит и кто вас посидит с детками но понимать что да это это несколько лет первые несколько лет пока я с ребеночком и эти мгновения они никогда не повторяться больше и никогда больше не будет два с половиной годика первого слова первых шаль шажочков у ребенка если мать пропускает это будучи занятой тем что она видите ли потеряла себя потерялась свою свободу свой прежний образ жизни он вернется прежний образ жизни он изменится конечно он вернется но надо это подпереждать к этому надо естественно подойти не форсировать ход событий все что я наблюдаю со стороны потому что я не могу из своего опыта говорить потому что я еще не испытала материнство я только мечтаю молюсь об этом это что я наблюдаю к своим 41 году все мамочки мои подруженьки которые вот так вот проживают вот этот период они просто становятся друзьями для своих деток они не убитые мамаши до загнанные такие клячи они просто становятся игривыми клевыми мамочками они в эту игру в это время препровождения с головой окунаются они кайфуют от этого вот эти семьи счастливые я хочу так сати как у тебя менялся стиль в одежде и к чему ты пришла как вообще найти свой стиль о тема стиля она такая интересная я лично прошла прошла огромный путь разных перетрубаций сейчас чем проще и лаконичнее монохром не тем идеальнее ближе к 40 годам наверное я поняла ok с 35 скажем так я стала догадываться что у меня достаточно яркая внешность и ее не надо перегружать яркими пестрыми цветами текстурами с и сочетанием фактур до чем лаконичнее проще тем выигрышнее для меня я это стала понимать опять же с опытом и мне посчастливилось общаться с потрясающими талантливыми разными стилистами и каждый из которых до во время работы с которыми я что-то для себя впитывала да и что-то как губка я в себя что-то забирала ага это я присваиваю был у меня этап работы с одним из вообще гениальных стилистов ибрагим гацеев да все все в мире моды и стиля понимают кто ибрагим то он еще мой земляк почти он осетин ну гений свои юные годы он просто гений и он меня очень так вот видел такой моделью а-ля вог а то все время делал не супер-супер зализанные волосы и были какие-то лаконичные серьги какие-то такие холодные костюмы такой очень легкий немножко холодный макияж я как бы понимала что наверное это очень стильно наверное это очень круто но не совсем моё я понимаю что иногда на какие-то события какие-то красные дорожки какие-то съемки это круто это мне идет и это очень ну это тот почерк это тот образ который конечно да он беспроигрыш он 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 прекрасен абсолютно зализаны чистое чистое лицо волосы правильного кроя костюм или платье и в общем ничего не нужно у меня такая внешность который можно так поступать опять же на меня повлияло еще замужество с итальянцем и те частые поездки которые совершают и в европу и вообще по всему миру и чем больше видишь мир тем больше ты понимаешь вот так как заморачивается российская женщина над своим внешним обликом ни в одной стране мира ну разве что в америке не заморачиваются кстати по статистике американцы и русские женщины пробьют все рекорды по пластическим операциям американки ниже пояса русские выше пояса то есть кому чего не хватает называется европа старушка европа она во многом переросла вот эти настроения как бы женщине выгоднее преподать себя мужчине и она феминистически настроена европа будем откровенны то есть и даже есть такие движения когда женщина скажет чего ради я буду брить подмышки пошли всех чертов буду ходить со всей живностью которая во мне есть когда природа дала да и все вот она цветет и пахнет я считаю каждая женщина может выбрать тот путь и тот образ тот стиль как который ей приятен мы живем сейчас такое удивительное время когда нам доступны вообще все направления хочешь быть такой будь такой хочешь быть готом хочешь быть и не знаю хиппи пожалуйста хочешь как бритни спирс в джинсах и коротком топе пожалуйста то есть теперь тебе все доступно и никто тебя за это не осудит мы не живем 18 19 веках и даже не не в 50-е годы но если вы меня спросите а что вы посоветуете мол как женщина найти свой стиль найти себя пробовать не бояться экспериментировать не бояться задавать вопрос спрашивать более компетентных иногда проще заплатить за консультацию с хорошим компетентным стилистом который переберет тебе весь гардероб подберет тебе образы где еще и на фотографирует тебе это все чем самой пытаться с этим всем разобраться лично мне так так проще быстрее приятнее вообще этот процесс очень творческий я знаю людей у которых вот это чувство вкуса но врождена они никогда этому не учились никогда ни с кем не консультировались них просто очень насмотренный глаз пинтерест их лучший друг да то есть у них просто потрясающая насмотренность есть люди у которых есть неограниченные финансовые возможности и глядя на то как они одеваются на то как они выбирают свой стиль иногда кровь из глаза идет потому что что-то но так но так нельзя то леопардовые сапоги леопардовые лосины леопардовые худи леопардовые косынка на голове то есть всему есть предел на мне кажется но опять же не осуждаю скажу так если женщина во всем леопардовом чувствует себя царицей и только вот это ей в кайф пожалуйста пусть она будет счастлива это самое важное удивительно но очень много вопросов на тему того какой ты пьешь чай какие чаи как часто да буквально пять вопросов подряд нашла у нас на ю тубе самый лучший чай который я в итоге пью я называю белый чай белый элитный чай кипяток это просто теплая вода или чуть-чуть подстуженный кипяток у меня всегда есть с собой термос всегда термос которым теплая вода кофе я практически не пью в последнее время но чтобы уж не врать и скажу что вот у меня стоит одна чашечка и я несколько глотков сделать это супер редко когда мне очень-очень низкое давление надо быстрый такой какой-то буст сделать от кофе я смогла скажем так освободиться с помощью мачо латы то есть я стал даже сама делать себе дома мачо купила хороший порошок мачо и всякие взбивающие штучки и научилась дома делать лучше чем в любых кофейнях я поняла что ага мачо бодрит еще похлеще чем любой кофе затем я поняла с наступлением холодов что от мачо мне очень холодно у меня начинает и без того мерзнуть руки ноги это значит что кофеин который впрыскивается очень сильно в мой организм и мои страдающие надпочечники забирают у меня энергию то есть мои почки не справляются с обогреванием тела потому что они перерабатывают этот преснутый адреналин в виде кофеина из мачо латы постепенно я стала отказываться и от мачо латы какой-то момент мне подруга американка подарила кофе из грибов звучит очень странно но там такой порошок из разных видов грибов от которых не галлюциногенных нет ни в коем случае там такие они все пределах разумного и от этого кофе я поняла что вообще сначала не бодрила потом опа бодрит и даже его мне стало много и того я постоянно пью теплой воды много то есть хотя бы полтора литра точно я выпиваю в день именно вот эта теплая вода держит меня в каком-то таком хорошем состоянии потому что это не забирает эти кофе и прочие напитки это же очень обманный путь получения энергии то есть она тебя впрыскивает на полчаса а потом забирает у тебя на целые дни то есть это такой шаг вперед 10 назад называется если это понимать и как бы суметь это все начинает заменять а еще вот потрясающий чай который я недавно открыла это чай из туласи это священный базилик и вот он в такой зеленой штучки продается по моему на ащерб я его заказывала запрещенным у нас в россии но в принципе можно найти в общем чай из священного туласи он во-первых безумно ароматный приятный такой что вот все гости которыми наливают от чай не горит боже что это за чай мой муж вообще в диком восторге иногда я не очень добавляю имбирь иногда еще добавляю когда у меня в хорошее настроение я еще добавлю туда кардамона чуть-чуть корицы но хотя и без этого всего туласи сам по себе потрясающий он влияет очень благотворно на нервную систему и во второй половине дня очень хорошо его пить перед сном очень хорошо пить шиповник когда мне не лениво я просто прям ставлю кастрюльку на на плиту и варю шиповник и туда еще добавляю кардамон корицу гвоздику и получается такой целый прям компот когда мне есть время я очень люблю заморачиваться на эти напитки и все кто со мной работают они знают что я езжу как старушка вот с такими термосами на бывает что мне не просто маленький термос так мой дорожник а есть еще двухлитровый большой термос в котором каком-нибудь компот я вам весь там пахнет бывает что я на съемки привожу потом всех угощаю вот каким-нибудь таким отваром обязательно там будет имбирь кардамон потому что зимой вот эти специи они очень благоприятные для пищеварения и для обогревания это гвоздика это корица это кардамон чуть-чуть кардамона мускатный орех буквально чуть-чуть и все это еще с имбирем уже вот потрясающий на напиток можно еще туда и этого шиповника добавить в общем на тему чаев я могу говорить долго иногда когда мне хорошее настроение и есть время опять же и атмосфера у меня есть дома такая чайная церемония прям такая красивая доска и там всякие вот фигурки стоят там фигурка будды бычка там всякие вот эти вот маленькие чашечки и здесь уже прям церемониальные китайский чай это какие-нибудь дахон пао пуэр такой или сякой или там тигуанин хорошие какие-нибудь такие вот качественные дорогие китайские чаи и вот когда есть такое настроение гости я иногда устраиваю такую церемонию как бороться с тревогой которую я испытываю когда читаю или потребляю какие-либо новости актуальная распространенная теперь уже боль общечеловеческая наверное потому что мы сегодня перегружены информации информация достаточно тревожные негативные я не сторонник вот того чтобы нагнетать да вот эту вот теорию заговора вот типа система которая специально вгоняет но абсолютно точно это так абсолютно точно какой-то некой системе выгодно чтобы люди были такое состояние вечной тревоги вечного такого страха напряжение с одной стороны и усыпленной бдительности с другой стороны что значит усыпленная бдительность это к примеру пропаганда понятно что в одной части мира идет пропаганда против другой части мира до определенных стран мы сейчас прекрасно понимаем что сейчас идет пропаганда там антироссийская анти такая и поскольку у меня муж итальянец я знаю как это работает еще вот с его точки зрения и он мне рассказывает и мы часто обсуждаем эту тему и поразительно то как люди не имеют своего собственного критического мышления как люди ленивые чтобы просто сесть и прогуглить даже как это было как исторически складывалось почему вот так получилось оправдали это и те единицы это очень маленький процент людей которые самостоятельно садятся и интересуются читают себя образовывают они уже не подвержены вот этой общей пропаганде общая пропаганда она для некого такой общей массы да такой то серой толпы людей это ужасно грустно говорить так о человечестве но есть к сожалению такое понятие и люди сами добровольно отдали себя в рабство такому понятию как серая толпа которые управляются вот этими пропаганде пропагандистскими и прочими инструментами порой люди даже не знают элементарных дат или фактов исторических событий как например благодаря кому или как была одержана победа над фашистской германии во время второй мировой войны большинство американцев например не знают ответы на этот вопрос они скажут америка и не все европейцы сейчас знают ответ на этот вопрос то есть это это абсолютно деградация которые в которой человек добровольно сам себя как бы отдал здесь можно только сказать одно перестаньте смотреть новости не читайте газетка говорю про профессор преображенский да вообще не смотрите и газеты пабликов когда что-то действительно важное произойдет поверьте вы об этом услышите даже водитель такси вам расскажет вы слышали что вот там этот это то случилось и поверьте мне пару поездок в такси и вы уже будете полностью знать сухом остатке выжимку всего что произошло за последние там не знаю нацать дней зачем вот этого делать я сама падала в эту ловушку да вот была подвержена такой же тревоге и плохо спала и мне даже чуть паническая атака не началась когда в феврале 2022 года начались те события которым до сих пор наблюдаем к сожалению никак не закончится и и была такая тревога и еще мы были не в россии мы сможем были в на маврикии и я даже не понимала я могу вернуться в россию а как это будет что будет с моей жизнью что будет так каждый был волнуется за свою жизнь и за за то к чему он привык что он полюбил мы все боимся потерять то что нам дорого начиная от людей заканчивая образом жизни или какими-то вещами предметами и я тогда по глупости пытаясь понять разобраться в том что же происходит подсаживалась на новостные паблики потом я просто ну и четко поняла взаимосвязь что ага каждый раз когда я это читаю у меня тревожность у меня вот эти вот симптомы скана фиг убрала увеличила практики медитации и я себе сказала так если что-то будет важное я об этом узнаю весь мир об этом говорит я узнаю об этом ничто мимо меня не пройдет вот единственный выход звучит банально просто но это уменьшайте и другой увеличиваете знаете говорят свято место пусто не бывает если вы выключили телевизор новостные сводки ленту соцсетей надо чем-то заполнить тогда давайте заполнять это чем-то что развивает есть элементарная гигиена сознания моя любимая татьяна черниговская с большим интересом и удовольствием слушаю и лекции она говорит часто о том что мозг ребят это не решето если у желудка есть свойством и изрыгивать из себя да если мы что-то не то съели там не сварение то произойдет рвотный рефлекс желудок сам себя очистит но у мозга нету такой опции сюда все загружается и нету способности это оттуда выгрузить знаете в священном писании бхагавадгита говорится в момент смерти то в каком состоянии будет человек и о чем он будет думать то есть состояние сознания и состояние мысли определяют то куда попадет душа после того как покинет тело вдумайтесь насколько это глубокая истина почему говорят что в момент смерти такой эффект происходит когда просматривается вся прошедшая жизнь такими стоп кадрами и это действительно так если вся жизнь состояла из вот этих дебильных лент новостей бесед ни о чем то собственно в последние моменты жизни весь этот дебилизм будет вот в таком вот кинокадре пробегать и в каком стаса спрашивается состоянии человек покидает тело куда отправится его душа я даже не хочу об этом думать говорится в древних священных писаниях вообще вся йога о том что нужно себя натренировать к моменту смерти до такой степени чтобы в этот самый священный самый важный экзаменационный момент мы были способны направить свое состояние в самую высоту к вечному высшему к божественному и чтобы душа вышла через третий глаз они через другие отверстия я благодарю вас за просмотр и за ваш интерес и активное участие моем youtube канале именно для вас это и делается а буду благодарна вашим лайкам подпискам и тем же комментариям потому что как видите именно они рождают последующие темы наших с вами бесед и опять же напомню что у меня есть замечательные социальные сети особенно телеграм где вы в свободном доступе можете получить развернуто на ту или другую тему в отношении самопознания духовности и многого другого инструменты и знания до новых встреч спасибо